Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Ultra. И сейчас мы посмотрим, какие классные фишки есть на данном устройстве. Итак, давайте перейдем в настройки и пройдем в раздел подключенное устройство. Здесь у нас есть такая функция как Smart Connect. Можем перейти в нее, нажимаем далее. И здесь мы можем подключать телефоны, планшеты и ПК, Lenovo и Motorola друг к другу благодаря данной функции. Можем транслировать приложение, можем использовать кросс-контроль. Также можем получить быстрый доступ к контенту на панели хаба. В общем, и здесь мы можем подключить какое-нибудь устройство. Можем нажать далее и воспользоваться устройством. В общем, мне нет, я не могу этого показать. Но в целом, я думаю, здесь достаточно понятная инструкция, которой мы можем воспользоваться. Вот, можем устройство либо дисплей подключить, что очень удобно. Дальше. Можем перейти в персонализацию. И здесь мы можем настроить... Ну, здесь, в принципе, такие стандартные функции. Но я знаю, что не каждый может знать об этом. Можем изменить форму значков. Можем компоновку изменить. Можем здесь анимацию отпечатка пальца изменить. Вот, давайте дальше пойдем. Перейдем в экран. Здесь у нас, в принципе, нет ничего, по-моему, такого прям необычного. Есть у нас жест для разделения экрана, который мы можем здесь включить. Вот, и можем его попробовать. То есть, таким образом он у нас выглядит. Я предполагаю, что в настройках он может не работать. Либо я что-то делаю не так, но, в общем... Давайте еще раз посмотрим на жест, потому что, возможно, я сделаю что-то не так. А, я его не включила. Давайте теперь попробуем. Вот, и теперь у нас появилось разделение экрана, и мы можем его... В общем, мы можем сразу два приложения использовать. Так. Теперь, что мы делаем? Возвращаемся обратно в настройки. Это у нас был экран. Также здесь, опять же, есть Smart Connect. Вот, то, что мы... Здесь уже про дисплей говорится больше, чтобы там выводить, например, что-то с телефона на экран. И здесь можно тоже все это дело настроить. Дальше. Давайте перейдем в звук и вибрацию. И здесь у нас есть... Переключение треков. То есть, мы можем включить данную функцию. При помощи кнопочек громкости мы можем переключать треки. Дальше. У нас также есть Dolby Atmos. Здесь мы можем, по-моему, настроить, да, пользовательские профили, то есть, эквалайзер, стерео и так далее. Так, я не туда нажимаю. Нажимаем на настройки. И здесь мы можем настроить звук динамиков, стереозвук. Вот. И либо выбрать какой-то из уже настроенных, либо выбрать пользовательские настроить. Дальше. У нас здесь есть жесты. И здесь мы можем включить боковую панель, что достаточно, в принципе, удобно. Мы вызываем таким вот жестом. Вот. И она у нас здесь открывается. Возвращаемся обратно в настройки. Здесь мы также можем... Ага, жест для разделения экрана у нас уже было. Вот. Можем выбрать двойное нажатие кнопки питания. Что это будет? Либо запуск камеры, либо... Открытие цифрового помощника. А, окей. Это долгое нажатие кнопки питания, либо открытие цифрового помощника, либо меню кнопки питания. Вот. А вот это дело у нас почему-то не работает. Камера работает. Окей. Также можем настроить быстрое действие. Например, вот можем включить использовать быстрые действия, нажать на значок шестеренки. И здесь уже настроить действие. Также можем включить быструю съемку. То есть, провернув, сделать два круговых движения запястьем, у нас будет включаться камера. Дальше пойдем. Ну и, в принципе, остальное это у нас уже достаточно стандартное. Здесь также у нас есть специальные возможности. Есть Family Space. Можем включить эту функцию. Можем настроить эту функцию. Ну и, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok